Здравствуйте друзья, в этом обзоре продолжим одну из самых популярных тем умного дома, это управление освещением. Если говорить об основных подходах, то можно выделить два направления, применение умных светильников и использование устройств управляющих питанием. Герой сегодняшнего видео относится к второй группе, это смарт-выключатель, который может коммутировать две линии питания. Добавлю еще, что кроме освещения, такие выключатели также могут применяться для управления, например, и вентиляцией. Модель Heyman HS2SV2A. Тип устройства выключатель на два канала с нулевой линии. Интерфейс ZigBee. Рабочее напряжение от 100 до 240 Вольт. Нагрузка меньше или равно 800 Вт на линию. Размер наружной панели 86 на 86 на 14 мм. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 60 градусов Цельсия. Относительная влажность меньше или равно 80%. Поставляется устройство в белой картонной коробке с схематическим изображением выключателей. Если присмотреться внимательно другой модели, ссылку на нее я тоже оставил в описании под видео. На одной из сторон имеется наклейка с номером модели и кратким перечнем параметров, которые я только что уже озвучил. В комплекте поставки идет сам выключатель. Кстати, тут можно заметить отличие от изображения на коробке. Там панель с названием бренда находится в верхней части, а у героя обзора там зеркальная вставка, а название внизу. Кроме выключателя в коробке нашелся комплект крепежа и небольшая инструкция на английском. Перейдем к внешнему виду. Большую часть фронтальной стороны устройства отвели под клавиши, в данной модели две. На каждой из них находится светодиод подсветки, как они работают я покажу чуть далее. Задняя часть имеет специфическую форму, не круглая и не квадратная, а какая-то икс-образная. На верхней части этого икса находятся винтовые контакты, справа входящие ноли фаза, слева выходящие фазы которые идут на потребителей. Из-за формы тут довольно много мест где можно измерять размеры и я воспользуюсь изображением от производителя. Если говорить о габаритах, то 57,5х56,6 мм и глубина 25,8 мм. Соответственно в стандартный круглый подрозетник этот выключатель не войдет. А также помним важный момент, что в подрозетнике, кроме фазы, должна быть еще и нулевая линия. А вот в квадратную коробку размером 86х86 миллиметров заходит отлично, включая и наружную панель такого же размера. Знаю, что многие из тех, кто находится в стадии ремонта, сразу закладывают такие подрозетники и проводят туда и фазу и ноль. Для сравнения я решил взять устройство Takara модель D1. У него, как видите, под клавиши выделено больше пространства, по сути вся фронтальная часть, исключая тонкую рамку. Вид сзади. Akara выглядит более массивной, а вот конструкция задней части Heyman дает больше свободы в плане установки, так как выемки под винтовые крепления есть и по горизонтали и по вертикали. Перейдем к разборке. Панель с клавишами тут съемная, это нужно для доступа к крепежным винтам. В нижней части корпуса есть два паза, при помощи чего-то плоского, например отвертки, нужно поддеть и снять ее. Как видите, отверстия для винтов находятся и по горизонтали и по вертикали. Должен отметить, что панель снимается, а особенно надевается обратно, довольно туго. Если еще раз вспомнить Akara D1, там гораздо легче. Плата универсальная, для всех видов выключателей. Это видно по расположению микропереключателей. Он может быть один по центру, два как у героя обзора и три. Аналогично и расположение светодиодов с другой стороны. Тут использован микроконтроллер Tuya TU-ZS11. Панель клавиш пластиковая, с нижней стороны, в той части где происходит соприкосновение с микропереключателями, находятся круглые контактные площадки. Проблем как с первой серией выключателей Akara, где использовались хлипкие рычаги, тут не будет. Перейдем к подключению. Контактам L и N подключаем фазу и ноль. Поэтому, в отличие от своих без нулевых собратьев, наличие нагрузки для такого выключателя, не является обязательным условием для работы. В качестве потребителя я подключил пару лампочек. Ноль у всех устройств общий от сети. Кстати не обязательно его вести именно от выключателя, можно и напрямую с щитка. А фазы подключены контактам L1 и L2. Диоды на клавишах героя обзора, в отличие от большинства аналогов, светятся в любом положении. Разница в том, что когда линии разомкнуты, то свет довольно слабый, в темноте он будет заметен и при этом не будет освещать полкомнаты. А если линия замкнута, то свет явно интенсивнее, отличить от выключенного будет несложно. Но даже в таком случае не раздражающе яркий. Есть отличия и в процессе сопряжения. Практически все ZigBee устройства сбрасываются и переходят в режим сопряжения при помощи одного действия. Например, для выключателя Acara это удерживание клавиши несколько секунд. У героя обзора по-разному. Для сброса, то есть отключения от координатора, нужно держать любую клавишу, пока диод, который видно с верхнего торца, не засветится. После этого нужно отпустить клавишу и тут же коротко нажать еще раз. Соответственно переводить в режим сопряжения можно только сброшенный выключатель. Для этого нужно на 2 секунды зажать кнопку, пока не начнет мигать диод. Хочу сказать, что такое разделение правильно и удобно. Случайно сбросить подключенный выключатель будет непросто. Вот так выглядит перевод в режим сопряжения. Использование чипа Tuya как бы подразумевает, что этот выключатель должен работать и с приложением Tuya Smart. Но, как выяснилось, это не так. Шлюз, я использую Ethernet версию от Moes, физически подключает устройство, это видно потому что перестает мерцать светодиод. Но, в мастере подключения ничего не появляется. Это говорит о том, что описания этой модели нет в облаке Tuya. На странице товара указывается, что выключателем можно управлять при помощи некоего приложения, однако каким именно, непонятно. Ну ладно, не очень то и хотелось. Для меня важна совместимость zigbee2mqtt, актуальная версия которого на дату проведения тестирования 1.25.0. Сбрасываю и перевожу выключатель в режим сопряжения и разрешаю добавление новых устройств. Выключатель залетел в систему практически сразу. Успешно прошел интервью и конфигурирование и, это хорошая новость, корректно определился. Необходимости создавать и использовать внешних конвертеров нет. Как видите, в описании устройства на официальной странице zigbee2mqtt, также находится изображение модели, где название бренда находится сверху. Насколько мне известно, функциональной отличий у этих моделей нет. Описание устройства. Тут кстати указаны две модели, героя обзора и такая же с добавлением буквы N в конце. Как и большинство zigbee устройств с стационарным питанием и нулевой линией, выключатель выполняет роль роутера. Подробнее чуть далее в обзоре. На странице экспозиции тут имеется четыре параметра. Два реле, которые управляют линиями питания. Температура, имеется ввиду внутренняя, у устройства заявлена защита при перегреве. И уровень качества связи. Скорость реакции мгновенная, в режиме реального времени. С обратной связью тоже никаких проблем нет, статус реле обновляется корректно. Несколько слов про функцию роутера. В zigbee сети, устройства имеющие такую особенность, выполняют роль ретрансляторов сигнала. Они способны пересылать команды и данные от других участников сети. На карте сети в zigbee tomqtt они отмечены синим цветом. В моем примере выключатель подключается не напрямую к координатору, а к другому роутеру релеакара. Представим ситуацию, когда нам надо подключить в сеть какое-то устройство, которое будет находиться далеко от координатора, но рядом с таким роутером. В меню подключения мы можем явно указать любой из роутеров сети. В качестве примера выбираем героя обзора. Запускаем режим подключения и дальше все как обычно. Подключать буду датчик движения, удерживаю на нем кнопку до перехода в сопряжение. Так как датчик был ранее в этой сети, сначала он ее покидает, а потом сразу подключается обратно. Ждем пока пройдет процесс опроса. Возвращаемся на карту. Это еще и предыдущая версия, нужно ее обновить. Обновляем. Вот такая получилась цепочка. Датчик движения подключен через выключатель, который в свою очередь подключен через реле. Аналогично другим устройствам Z2M, в Home Assistant выключатель попадает через интеграцию MQTT. Удобный, быстрый и универсальный механизм. Сюда пробрасывается 5 сущностей, две из которых по умолчанию скрыты. Два объекта Switch это реле. Датчик внутренней температуры, при необходимости ее можно мониторить при помощи автоматизации. И скрытые по умолчанию сенсоры уровня связи и последнего отклика от устройства. Switch по умолчанию отображаются как выключатели, но благодаря появившейся в апреле 2022 года опции, его одним щелчком можно преобразовать в светильники, вентилятор, замок и т.д. Подробнее смотрите в моем видео про трансформацию Switch, ссылка в описании. Следуя давней традиции, ZigBee устройства, которые попадают ко мне на тестирование, максимально добавляются в поддержку SLS шлюза. Герой обзора добавлен в прошивке не старше, чем от 28 апреля 2022 года. Процесс подключения стандартный, устройства определяются и отображаются в интерфейсе шлюза. Для выключателя создан отдельный конвертер. В остальном, тут все то же самое, что мы видели в зигбиту MQTT. Страница состояний. Ключевыми тут являются реле. Отправка команды и обратная связь, работает корректно и моментально. Так выглядит устройство в Home Assistant, куда оно также добавляется через интеграцию MQTT. Звук срабатывания реле не громкий щелчок, а при установке в стену, будет еще тише. Память состояния. Включу один канал и отключу питание. Подаю питание, лампочка включается обратно. Теперь попробуем оба канала. Все работает, обе лампочки включаются. И теперь обе отключаю. Обе остались отключены при подаче питания. Выключатель после восстановления питания сохраняет то состояние, в котором он был перед его сбоем. Подведем итоги. Не самый дешевый, но качественно сделанный выключатель. Выглядит интересно, мне лично такой дизайн нравится. К минусам можно отнести тот факт, что по функциональности он проигрывает аналогом от Акара. Напомню, что у них имеется очень удобный и можно сказать эксклюзивный режим отвязки клавиш от реле. Это просто необходимо при использовании с умными светильниками. И большинство их моделей с нулевой линии имеют функцию энергомониторинга. Цена героя обзора тоже не сильно бюджетная. На этом все. Надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok